Деяния святых апостолов, глава 10. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал «Что, Господи?». Ангел отвечал ему «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Уопию и призови Симона, называемого Петром». Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говорившись с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Уопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того ты не почитай нечистым. Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, чтобы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы? Они же сказали, Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на день встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек. И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме, и вот встал предо мной муж в светлой одежде. И говорит, Корнилий, услышана молитва твоя и милостыни твои. Воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслужить все, что повелено тебе от Бога. Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевам слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться, не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресению Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога, судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. И верующий из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их, говорящих языками величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней. Деяния святых апостолов, глава 11. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопии я молился». И в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, присмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. «Пошли со мной сие шесть братьев, и мы пришли в дом того человека». Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, «Пошли выопью людей и призови Симона, называемого Петром». Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил, «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, став, предвозвестил Духом, что по всей Вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Деяния святых апостолов, глава 12. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятный иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывезти его к народу. И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывезти его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал «Встань скорее». И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел «Опояжься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему «Надень одежду твою, иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем рода. И, узнав голос Петра от радости, не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей в своем летоуме, но она утверждала свое. Они же говорили «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукую, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал «Уведомьте о сем, Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражи и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на Тирян и Сиданян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божье росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. Книга «При мудрости Иисуса сына Стирахова», глава 47. После сего явился Нафан, чтобы пророчествовать во дни Давида, как туг, отделенный от мирной жертвы, так Давид от сынов Израилевых. Он играл со львами, как с козлятами, и с медведями, как с ягнятами. В юности своей не убил ли он исполина, не снял ли поношения с народа, когда поднял руку с прачным камнем и низложил гордыню Голиафа. Ибо он возвал Господу Всевышнему, и он дал крепость правой руке его, поразить человека сильного в войне и возвысить рог народа своего. Так прославил народ его тьмами и восхвалил его в благословениях Господа, как достойного венца славы. Ибо он истребил окрестных врагов и смирил враждебных филистимлян, даже до ныне сокрушил рог их. После каждого дела своего он приносил благодарение Святому Всевышнему словом хвалы. От всего сердца он воспевал и любил Создателя своего, и поставил перед жертвенником песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение. Он дал праздникам благолепия и с точностью определил времена, чтобы они хвалили святое имя его и с раннего утра оглашали святилище. И Господь отпустил ему грехи и навеки вознес рог его и даровал ему завет царственный и престол славы в Израиле. После него восстал мудрый сын его и ради отца жил счастливо. Соломон царствовал в мирные дни, потому что Бог успокоил его со всех сторон, дабы он построил дом во имя его и приготовил святилище навеки. Как мудр был ты в юности твоей, и, подобно реке, полон разума! Душа твоя покрыла землю, и ты наполнил ее загадочными притчами. Имя твое пронеслось до отдаленных островов, и ты был любим за мир твой. За песни из речения, за притчи и изъяснения тебе удивлялись страны. Во имя Господа Бога, наименованного Богом Израиля, ты собрал золото, как медь, и умножил серебро, как свинец. Но ты наклонил чресла твои к женщинам и поработился им телом твоим. Ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, и они горько оплакивали твое безумие, что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство. Но Господь не оставит своей милости и не разрушит ни одного из дел своих, и не истребит потомков избранного своего, и не искоренит семени возлюбившего его. И он дал Иакову остаток, и Давиду корень от него, и почил Соломон с отцами своими, и оставил по себе от семени своего безумия народу, скудного разумом Раваама, который отвратил от себя народ через свое совещание. И Иероваама, сына Наватого, который ввел в грех Израиля, и Ефрему указал путь греха. И весьма умножились грехи их так, что они изгнаны были из земли своей. И посягали они на всякое зло, доколе не пришло на них мщение. Книга пророка Исаии, глава двадцать девятая Горе Ариилу, Ариилу – городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть заколают жертвы. Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь танов вокруг тебя и стесню тебя, стражую наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление. И будешь унижен. С земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающаяся плева, и это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом, и землетрясением, и сильным глазом, бурью и вихрем, и пламенем всепоражающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него, и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща, и как жаждащему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет и множество всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. То вот я еще необычайно поступлю с этим народом чудно и дивно. Так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас, и кто узнает нас. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня. И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет. Еще немного. Очень немного. И Ливан не превратится ли в сад? А сад не будут ли почитать как лес? И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе. И бедные люди будут торжествовать о святом Израиле. Потому что не будет боли обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Субтитры создавал DimaTorzok